всем огромнейший привет мои дорогие зрители и в этом видео я вам расскажу о продуктах которые мне очень понравились этим летом поэтому кому интересно оставайтесь со мной продукты будут как косметические так и уходовые так и декоративные продукты и оглядываясь назад я на самом деле понимаю что мы не очень грустно почему я раньше жила и не знала что есть такая на самом деле продукция но это все конечно объективно потому что многое из того что я вам покажу является новинками поэтому давайте приступим к просмотру и так первое с чем я познакомилась этим летом и чему я безумно благодарна вообще youtube благодарна всем социальным сетям на которые я подписана и в которых я активно принимаю участие это конечно же матовые помады я давно смотрю уже девочек блогеров смотрю разные там обзоры в том числе в инстаграм и знаю что в косметической индустрии появились матовые помады которые супер стойкие которые очень красиво смотрятся на губах и мне давно хотелось попробовать что же это такое матовая помада первые матовые помады с которыми я познакомилась оказались матовые помады от компании карма карма липстик вот так вот они выглядят у меня две штуки что хочу сказать сейчас у меня на губах именно матовая помада вот в этом оттенке выездом который называется в седьмом оттенке он поярче может быть на камере вам кажется что помады на самом деле по оттенку на друг на друга очень похожи на самом деле это не так что хочу сказать матовая помада эта помада которая остается с вами до вечера чтобы вы не делали вы можете пить чай вы можете там что-то кушать не совсем жирная можете там целоваться еще что-то делать но помада остается вместе с вами согласитесь в жизни существуют такие моменты когда необходимо чтобы помада была на тебе целый день это может быть как какое-то торжественное мероприятие та же самая свадьба тот же самый выпускной ну куча торжественных мероприятий в нашей жизни на самом деле слава богу есть я считаю что матовая помада в этом случае незаменима что касается каких-то негативных моментов то я сразу скажу что помада просто ужасно служит губы она подчеркивает все морщинки на губах все какие-то шелушения вся какие-то трещинки какие-то кусочки на ранг таких какие-то на губах помада подчеркивает просто ужасно губы нужно будет подлечить перед тем как наносить эту матовую помаду и уже непосредственно получать от жизни как говорится Я, допустим, если знаю, что мне завтра нужно наносить матовую помаду на губы, я губы подлечиваю. На ночь я наношу бальзам, который хорошо подлечивает мои губы, потому что губы у меня, орган моего тела такой, часть моего тела весьма болезненная, часто она шелушится, отрезкается, особенно с беременностью. Поэтому, но хочу отметить, что матовую помаду ни в коем случае нельзя наносить на бальзам непосредственно, то есть она уже не будет выполнять свою функцию, она не будет такой стойкой. Да, конечно, цвет будет обалденный, цвет ядерный, цвет такой пигментированный, но уже помада не будет такой стойкой. Я вот в видео вам пыталась продемонстрировать, как ярко, как красиво смотрится на губах эта матовая помада, и что она совершенно не размазывается, то есть я могу сейчас попить чай, кофе, то есть нежирные какие-то блюда. Удаляется эта помада с губ только жирненьким каким-то средством для снятия макияжа, например, каким-то лосьоном таким жирненьким, типа лореалевским молочком, каким-нибудь жирненьким, каким-нибудь таким двухфазным средством для снятия макияжа, но мицелляркой эта помада с ваших губ никуда не удалится, и мицеллярка совершенно в этом направлении не работает. Поэтому вот такое мнение об этих матовых помадах, еще раз повторяю, у меня два оттенка. Очень хочется, конечно, попробовать еще более люксовые марки, типа NYX или NYX, как там правильно называется, что-то типа Anastasia Beverly Hills. Очень хочется попробовать, я думаю, что это все еще у нас впереди. От Stellar я знаю, что существуют очень-таки замечательные матовые помады. Что касается носки, то, конечно, помада ощущается на губах, но как-то, не знаю, привыкаешь и понимаешь, что у тебя на губах просто шикарный такой пигмент, который останется с тобой до вечера, и ты будешь получать комплименты. Поэтому вот с этой сухостью можно как-то справиться. Но еще раз повторяю, не под помаду, не на помаду бальзам, либо блеск наносить нельзя. Ну, конечно, вы можете нанести блеск поверх этой помады, но тогда уже это будет не матовая помада, и просто обычная помада будет, которая будет стекать, которая будет заедаться, которая будет стираться с ваших губ. Поэтому я думаю, что вы меня поняли, и еще раз повторяю, согласитесь, здорово, что существуют такие помады, когда на торжественное какое-то мероприятие можно нанести и забыть. Так же, как в арсенале любой девушки должно быть средство от потоотделения, которое называется Dry Dry. То есть это средство не на каждый день, но оно должно быть. С Dry Dry, допустим, я совершенно не потею, совершенно там несколько дней не потею, хотя средство тоже очень такое химическое, очень едучее, и у меня всегда раздражение после Dry Dry. Но Dry Dry у меня должен быть в косметичке обязательно, потому что если я пойду куда-то на торжество без Dry Dry, одену какое-то атласное платье, это будет просто конец всему. Итак, вот такая моя демагогия по поводу матовых помад. Я думаю, что я свое мнение вам изложила. В общем, очень рада, что они у меня появились, и подробнее, конечно, какие-то макияжи, какие-то фотографии будут в Instagram. Но вот в видео я очень рада, что нашла время и похвасталась вам этими помадами. Следующий продукт, который меня очень-очень-очень спас этим и поразил этим летом, это будет скраб. Мы, как бьюти-блогеры, уже напробовались всяких-всяких уходовых средств, и, честно скажу, меня было очень сложно удивить каким-то очередным скрабом для тела, каким-то уходом. Но такое произошло. Дело в том, что я познакомилась с вот таким скрабом. Этот скраб я выиграла в конкурсе Instagram. Скраб называется Way to Beauty Shop. Это новое поколение скрабов, по крайней мере, для меня. Скрабы, которые полностью органические, которые выполнены именно вручную, которые собраны вручную. И я была очень рада, что я выиграла этот скраб. И девчонки, на самом деле, которые на меня подписаны в Instagram, они меня многие осуждают, что, Анечка, у тебя на странице очень много конкурсов каких-то непонятных, что твоих фотографий очень мало, но на самом деле я бьюти-блогер, и мне хочется пробовать какие-то новые средства, какие-то новинки, какие-то средства, которые я не пробовала ранее. И конкурсы Instagram – это очередная возможность для меня попробовать какие-то средства. Так вот, в очередном конкурсе я выиграла вот такой скраб. Кофейный скраб Way to Beauty. Состоит из кофе, морской соли, коричневого сахара, масла виноградных косточек, масла макадамии, витаминов, эфирного масла мяты. Что хочу сказать. Я как только открыла этот скраб, я просто поразилась его божественному аромату. Дело в том, что на страничке Way to Beauty Body, когда был конкурс, можно было выбрать себе какой-то определенный продукт. Можно было выбрать продукт для губ, можно было выбрать еще что-то, я уже не помню, что было представлено. Я выбрала именно мятно-кофейный скраб и нисколько не пожалела. Думаю, ну, после родов буду как бы скрабировать свои проблемные участки, потому что они по-любому будут, потому что это беременность. Я как врача-кушера-гинеколога это понимаю. Повторюсь, вернусь к теме и скажу, что когда я открыла этот скраб, я была просто в восторге. Это такой аромат, это такой шикарный аромат. Ну, то, что пахнет кофе, это понятно, пахнет мятой, пахнет какими-то еще эфирными маслами, пахнет немного-немного-немного какой-то такой пепельницей. В общем-то, очень-очень понравился аромат этого скраба. И у нас на самом деле с мужем большая ванна и большая ванная комната, и сама ванна. И вот этот аромат после использования этого скраба, он распространяется на всю ванну. Нам это очень нравится. Что касается скрабирующих частичек, то они работают просто на ура. Это скрабирующие частички, которые, я не знаю, разъедают все на своем пути, удаляют, мне кажется, верхний слой эпидермиса. И именно его нужно использовать не чаще раза в неделю. И скрабировать именно проблемные места. Здесь написано, что можно скрабировать лицо и зону декольте, но я бы вам не посоветовала. Только вот именно бедра, именно вот ягодицы, там какие-то еще проблемные места. Но я использую именно на бедра и ягодицы. Но как-то я не застряю на этом пока внимания. Оставила этот скраб на тяжелую артиллерию на послеродовый период. И я думаю, что буду восстанавливаться при помощи этого скраба еще и на живот тоже. В общем, мой рассказ, в общем, резюме такое, что скраб просто обалденный, что он ручной работы. Конечно, там вы скажете, что да блин, можно добавить там какие-то вот этот спитый кофе из кофемашины, добавить туда какие-то эфирные масла, добавить соль. Ну, получится все равно скраб, но получится уже не в всех пропорциях. Пропорции будут не соответствовать каким-то нормам и, может быть, этот скраб не будет так ядренно работать, как вот этот скраб. Дело в том, что сначала вот ощущаешь запах кофе, а потом ощущаешь вот этот мятный какой-то прилив. Просто обалденные чувства. И в заключении своего рассказа об этом скрабе хочу сказать, что меня немного поразила цена этого скраба. Я думала, он стоит рублей 200-300, но когда я написала в компанию Way2BeautyBody, то они мне ответили, что такой скраб стоит от 1000 до 1200 рублей. Скраб довольно-таки дорогой, но объем 250 грамм, довольно-таки приличный объем. Хватит вам этого скраба, наверное, на полгода как минимум. И не знаю, честно скажу, сначала я поразилась этой цене, но потом подумала, что он такой качественный, он такой действенный, что, может быть, я даже закажу на свои деньги еще какой-то скрабик из этой фирмы. В общем-то, очень понравился именно своей органичностью, своим действием. И вот эти скрабы, которые у меня есть от Organic Shop, у меня есть от E-Freshé, у меня куча на самом деле скрабов. И это все просто детская игрушка на самом деле. Я в Инстаграм уже выкладывала пост по поводу этого скраба и скажу, что просто в восторге. Ни один скраб, который я пробовала, он не действует так обалденно, как этот скраб. Итак, вот такая моя ода вот этому скрабу от компании Way2BeautyBody.